Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 декабря, день Евлеферия. День назван в честь мученика Евлеферия Кувекулярия. Он родом из Византии и жизнь свою блистательно украсил светом благочестия. Однако его оклеветал собственный раб, сказал, что господин принял крещение, соорудил церковь и веру в распятого, поносит царские указы, совершает службы христианскому богу и постой со слезами и земными поклонами изнуряет свое тело. Царь, будучи не в состоянии совратить святого, приказал отсечь ему голову мечом. Сегодняшний день народе называли Днем Трифона. Однажды Трифон услышал голос, который звал его с севера. Так он попал на Кольский полуостров, стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие местным племенам. Потом построил храм и основал монастырь в честь святой Троицы. В этой же обители Трифон принял пострих. Через некоторое время Трифон становится игуменом этого монастыря. Среди народа Трифона почитают как покровителя моряков и в случае опасности на море ему молятся. Погода сегодня была весьма морозная. Народе говорили, на Трифона и птица в лесу замерзает. День становился длиннее и народ старался помочь солнцу справиться с зимней стужей. Для этого сегодня утром выносили на улице горячие угли и высыпали их на снег. Так отгоняли силы тьмы. Приметы. Если сегодня утром стоит мороз, а вечером наблюдается резкое потепление, не стоит обольщаться, холода еще будут. Заря сопровождается красной радугой в небе к морозам. Синицы сегодня утром громко чирикают, скоро наступят морозные дни. Кошка утром ищет теплое место к сильному морозу. Северный ветер дует сегодня, похолодает. Сегодняшний ветер разносит сухой снег, это к засухе летом, большие сугробы к теплому и прохладному лету. Если снег под ногами перестал скрипеть и заметно осел, будет продолжительное потепление. Сейчас зима. Зима, холодное время года и на прилавках появляются вот такие плоды. Они уже начинают появляться примерно в ноябре, в декабре. Что же это такое? Называется она хурма. Давайте познакомимся с целебными свойствами этого удивительного плода. Итак, что такое хурма? Хурма это название листопадного дерева, достигающего 15 метров высоты. Относительно она к семейству Эбеновых, в мире насчитывается свыше 2000 разновидностей хурмы. Но в России встречается только одна хурма обыкновенная или кавказская. Плоды у хурмы, смотрите какие, мясистая крупная ягода до 12 сантиметров в диаметре. Желтого, оранжевого или ярко-красного цвета. Она очень вкусна и полезна, но тогда, когда она только полностью созрела. Кстати, латинское название у хурмы – диоспорус. Оно переводится как «пища богов» или «божественный огонь». И по форме она напоминает как раз вот такой огонь и по цвету. Есть у хурмы, конечно, и другие названия. Китайский – персик или сердечное яблоко. И все это не зря, как мы узнаем в дальнейшем. В России выделяют два сорта хурмы – обычная и королек. Оба они сладкие, когда полностью созрели. Недозрелая хурма обычно имеет сильный вяжущий привкус. По этой причине ее не едят. И только после полного созревания, когда ее мякоть приобретает такой желеобразную консистенцию, она становится приятного сладкого вкуса. Кстати, мы сейчас можем разрезать и показать это. И смотрите, когда она полностью созрела, мякоть ее такая желеобразная становится. Видите, желтого цвета, такое тверденькое желе. Вот. Это говорит о том, что она полностью созрела и становится сладкого вкуса. Сорт хурмы под названием «Королек» он не вяжет. Он всегда сладкий и нежный, даже если немножко недозрел. Помните, что зрелая хурма должна быть мягкой, гладкой, блестящей, тонкой, полупрозрачной кожицы. И, конечно же, иметь сладкий вкус. Важно правильно выбрать спелую хурму. Для того, чтобы выбрать спелую хурму, обратите внимание на насыщенный и яркий цвет. Он должен быть почти темно-красного цвета. Ну, как раз вот у нас и выходит, что это где-то темно-красного цвета. Поверхность должна быть гладкая и блестящая, без пятен и дефектов. Видите, вот эти вот дефекты. Это уже говорит о том, что вроде бы она и зрелая, но не то. Такую хурму лучше не покупать. Сухие листья и плодоножка должны быть темного цвета. Вот как раз вот эти сухие листья. Слышите, они высохли. И темного цвета как раз. Помните, чем мягче боковая часть, тем спелее и вкуснее хурма. Вот эта вот часть должна быть не твердой, а мягенькой. Когда она мягкая, сейчас мы посмотрим, какая у нас самая мягкая хурма. Кстати, вот эта хурма как раз самая и мягенькая. Вот она как раз и поспела. О, как раз мягенькая, продавливается. Видите? Считается, что чем более круглый плод, тем он более слаще. Сорт Королёк обычно он с более твердой и темно-оранжевой кожурой, чтобы вы отличали, какой он. И в зависимости от сорта вес хурмы колеблется от 100 до 500 граммов, чтобы вы знали. То есть, это примерно где-то граммов 150, а если вот такие вот большие. Если вы купили незрелую хурму, то можно помочь ей дозреть. Для этого воспользуйтесь следующим. Положите плоды хурмы в один целлофановый пакет с яблоками, бананами или помидорами. Эти плоды выделяют газ, этилен, который позволяет хурме быстро созреть. Либо воспользуйтесь следующим. Поддержите хурму в теплой воде 30-40 градусов в течение 10-12 часов. И вяжущий вкус исчезает. Можете воспользоваться следующим приемом. Смочите иголку в спирте и наколите недозрелые ягоды хурмы. И они через какое-то время созреют. Кстати, если вяжущую хурму заморозит, либо ее повялить или высушить, она приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Выбрасывать ее не надо. Подержите в морозильнике, она у вас приобретет то, что надо. Кстати, хранить хурму нужно очень бережно, избегая повреждения поверхности плодов, чтобы она не билась особенно. Как только она вдарилась, вот это вот и начинаются, знаете, вот такие вот пятна возникают. Это пятна возникает от ударов. Для недозрелых плодов очень вредно перехлаждение, поэтому не перехлаждайте незрелую хурму. Спелую хурму или ее мякоть можно хранить в холодильнике несколько дней, а также заморозить впрок. Можно заморозить на полгода, таков срок хранения замороженных ягод хурмы. И вы будете обеспечены полезными веществами для организма на 3-6 месяцев. Теперь поговорим о том, из чего состоит хурма. Хурма, естественно, состоит из воды, самая большая часть. Вода, кстати, структурирована, наиболее полезна для нашего организма. Плюс в воде находятся такие вещества, которые защищают хурму от бактерий и грибков. Поэтому, если мы будем ее есть, то она будет укреплять наш иммунитет, как любой другой живой фрукт или плод. В плодах хурмы содержится около 2% белка, 1,5% крахмала и до 25% сахаров. Глюкоза, сахароза. Есть в ней, конечно, и органические кислоты, такая как лимонная, яблочная. Достаточно много разного рода оксидантов, которые защищают наши клетки от повреждения, старения и онкологии. Есть пищевые волокна, мягкие пищевые волокна, которые способствуют тому, что наш желудочно-кишечный тракт работает великолепно. Также, также имеется пектин. Пектин – это как раз вот этот вот желтенький пигмент, окрашенный желтенький пигмент. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической наружки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok